Привет, друзья! Сегодня я для вас сделала подборочку проверенных и вкусных десертов, которые можно приготовить на новогодний стол. Первым приготовлю вкусный и легкий десерт в креманках. Шоколадный пудинг без выпечки и без желатина. 100 грамм печенья кладем в чашу блендера. Пробиваем до однородной массы. Теперь кладу сюда 2 столовые ложки какао. И снова пробиваю блендером. Вот такая шоколадная крошка получилась. Беру 2 креманки. У меня объемом 250 мл. Перекладываю крошкой с печеньем. Разравниваем ложечкой. В кастрюльку наливаю 350 мл молока. Сюда же добавляю ванильный сахар. И 1 столовую ложку крахмала. Перемешиваю хорошо венчиком до растворения ванильного сахара и крахмала. Затем ставим на огонь. И варим на среднем огне, постоянно помешивая. До загустения. Вот у меня уже начал густеть. Прошло примерно 3 минуты. Можно снимать с огня. Ставлю сковороду на слабый огонь. Добавляю 50 г сахара. И жду, когда сахар растворится. Не перемешиваю. Когда сахар полностью растворился, добавляю к нему молочный пудинг. И быстро перемешиваю. Перемешали и сразу же выключаем огонь. Переливаю в креманке карамельный пудинг. В кастрюльку также наливаю 350 мл молока. Добавляю 1 столовую ложку крахмала. И 1 столовую ложку какао. Перемешиваю венчиком. И ставлю кастрюльку на огонь. Также на среднем огне, постоянно помешивая, довожу до загустения. И снимаю с огня. Последним слоем будет шоколадный пудинг. Сверху посыпаем какао. Десерт можно подавать сразу, но лучше охладить в течение 2 часов. Очень ароматный. Десерт простоял у меня в холодильнике 2 часа. Давайте попробуем. Десерт очень нежный, как облачко. Шоколадный-шоколадный. Очень вкусно. Готовится быстро и просто, а получается вкусно. Всем рекомендую. Еще один рецепт без выпечки. Пирожные шишки, которые понравятся и взрослым, и детям. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И еще один из моих любимых рецептиков, это имбирное печенье. Оно получается очень вкусным, ароматным и в то же время несложным в приготовлении. Вы можете использовать любые специи. Имбирь, кардамон, мускатный орех. Также можно использовать цедру от цитруса. В общем, все, что вы любите. Смешиваем размягченное сливочное масло с сахаром. И все взбиваем миксером до пышной массы. Когда масло с сахаром посветлело, добавляем одно яйцо и продолжаем взбивать. Теперь добавляем 100 г жидкого меда и все хорошо перемешиваем. И будем добавлять в 2 этапа просеянную муку и специи. Сначала добавляем половину муки и вымешиваем тесто лопаткой. Далее добавляем вторую половину муки и продолжаем вымешивать тесто. При этом немного муки нам нужно будет оставить, когда мы будем вымешивать тесто на рабочей поверхности. Припыляем рабочую поверхность мукой, выкладываем тесто и будем вымешивать его руками. Если тесто получается слишком мягкое и липнет к рукам, то можно добавить еще немного муки. Формируем тесто в шар. Оно все еще довольно мягкое. И отправляем его в морозилку на полчаса. Либо, если у вас есть время, вы можете поставить тесто в холодильник на пару часиков или на ночь. Выкладываем часть теста на бумагу для выпечки и раскатываем. Это можно сделать двумя способами. Либо так, либо между двумя листами бумаги. Тесто должно быть толщиной 3-4 мм. Планочки нам нужны для того, чтобы тесто было одинаковой толщины. Фигурки вырезаем на небольшом расстоянии друг от друга. Потому что при выпечке они немного увеличатся. Лишнее тесто собираем в шар и отправляем в холодильник немного охладиться. И вообще желательно то тесто, с которым вы сейчас не работаете, отправлять в холодильник. Выкладываем печенье на противень и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 5-7 минут. Пока печенье горячее, мы можем сделать отверстие трубочкой для будущей тесьмы, чтобы, например, украсить им новогоднюю елку. Печенье переносим на ровную поверхность, чтобы оно полностью остыло. Если вдруг ваше печенье получилось неровным, то это очень легко исправить. Для этого просто необходимо сверху положить на него разделочную доску. Из данного количества теста у меня получилось 4 противня вкусного и ароматного печенья. Удачной вам выпечки и приятного аппетита! С наступающим вас Новым Годом! Ну а если вам понравился рецепт, то ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! До новых встреч!